здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали сегодня в качестве клиентки у нас наша любимая марина очень многие зрители моего канала очень любят этого клиента потому что на ней можно рисовать все что угодно кроме цветочков поэтому не цветочков на моем канале очень мало и в основном эти не цветочки на марине ну и собственно говоря сегодня у нас на марине будет честно стыриный дизайн мы его честно стырили из инстаграма нашли у какого-то заграничного мастера ним вспомню у кого потому что мы пересмотрели 500 тысяч вариантов пока и стырили именно этот дизайн поэтому но и стырили мы его собственно говоря обдумано то есть мы не прям один в один повторили мы взяли основные мотивы и сделали что-то от себя поэтому дизайн хоть и ты но все равно наш удивительно звучит правда в любом случае покрываем марину нюдным 125 оттенком при этом пальчики без дизайна покрываем на два слоя пальчики под дизайн покрываем одним слоем и перекрываем сразу финишем потому что дальше у нас будет в тирочка при этом в тирочка у нас будет не на черный фон а именно на вот такой вот светлый оттенок потому что нам нужна такая мягкая в тирка не очень яркое золото нам нужно именно мягкое золото доводим финиш до кутикулы боковых валиков здесь уделяем этому максимум своего внимания и конечно же после того как мы его просушили затираем в тирочкой в тирочка ложится замечательно в тоненький в тоненькое покрытие очень красиво в зеркальный эффект в общем с этим никаких проблем у нас как обычно не возникает дальше берем смешиваем финишное покрытие с белой красочкой в технике текстур и дополнительной кисточкой наносим все эти текстурки на свой ноготочек следим за тем чтобы нигде капелек материала у нас не собиралась иначе эти капельки вида изменят форму наших ногтей то есть вот все капли которые мы вешаем куда-либо на ноготок они могут порвать нашу архитектуру поэтому стараемся проследить чтобы нигде никаких капель у нас не было вот за волосинками проследить мы забыли он смотрите какая волосинка прилипла у нас будет волосы в аквариуме ха-ха вот марина об этом не знает что у нее ногти волосатые но мы же наверное ее потом убрали или не убрались сейчас посмотрим убрали мы эту волосинку или нет после того как наша фактура просушилась мы берем тоненькую кисточку и тоненько белой красочкой кое-где добавляем дополнительных прожилок добавляем больше яркости нашему ноготочку волосинку вроде бы по моему убрали или все-таки не убрали а ну кто там у нас самый глазастый напишите в комментариях их убрали мы волосинку или нет а и Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь сверху у нас будут объемные элементы, которые дальше финиша мы перекрывать уже не будем. Для того, чтобы нам проще было видеть, где мы делаем заготовки под объемные элементы, мы смешали финиш с черной краской, для того, чтобы он хорошо просушивался. Нарисовали себе зону и засыпаем ее крупными блесточками. У нас будет эффект сахара на ногтях, этот эффект все знают, очень интересный. Простите, такой эффект у нас получается. В любом случае, засыпаем блесточки, засушиваем, убираем излишки. И вот такая вот совершенно потрясающая яркая конструкция у нас получается. Кстати, черный цвет в данном случае у нас еще дополнительно подсвечивает блестки. И эти блестки смотрятся еще интереснее. Ну а теперь самая залипательная вещь, добавляем ко всему этому стразиков. Стразики никогда не бывают лишними, а в данном случае стразики вообще полностью преображают всю нашу конструкцию. И кстати, стразики наши выше, чем блесточки, которые мы заложили. И поэтому блесточки не цепляются ни за что и нас не бесят. Потому что когда-то мы Марине делали полностью засыпанный блестками ноготь, он ее бесил. В данном случае Марина сказала, что все хорошо, блестки не цепляются, все отлично. И обратите внимание, как же это все блестит на камеру. Прям замечательно. Прямо! Прямо! Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Очень здорово, очень интересно, очень необычно, просто быстро, но при этом выглядит довольно-таки стильно и выполняется за одном... За один взмах кисточки, за одно моргание глазами, за один присест. Короче, очень просто, легко выполняется. Надеюсь, вам понравилось. Мы с вами увидимся в новых уроках. Пока! Продолжение следует...